Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Недавно я рассказала про вот эту замечательнейшую новость, как работают люди в Израиле, причём глубоко верующие люди, вот одного мы видим мусульманин и второй еврей, насколько они в дружбе, в понимании работали. Но почему-то это видео заблокировали, назвав, что там какие-то слова неподобающие, хотя я переслушала ещё и ещё раз, и я не услышала ни одного плохого слова, ни в чей адрес. Поэтому я расскажу вам ещё раз. Мне нетрудно повторить эту изумительную историю. Вот сейчас вы видите на этой фотографии еврейского фельдшера Авраам Минц, он стоит перед вот этой звездой Иерусалимской, его молитвенный платок свисает с его плеч, а справа от него вы видите мусульманского фельдшера Зохер Абуджама. Он, видите, опустился на колени перед вот этим ковриком, на котором Мекка изображена. Его молитвенный коврик развернулся перед ним. И вот они нашли мгновение, время. Они только что закончили... Был вызов у них по 41-летней женщине, у которой были проблемы с дыханием в южном израильском городе Беер-Шева. А до этого они ездили на вызов к 77-летнему мужчину. И у них постоянно звонок, 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 звонок. И вот часы приблизились к 6. 6 часам дня, ну, вечера. И вот Минц и Абуджаба, они поняли, что именно вот сейчас это их единственный такой небольшой перерыв в сменке, где они могут помолиться, остановиться на мгновение. И вот они остановились на мгновение. Им никто не мешает, хотя мимо машины, прохожие, неважно. Все всё понимают. И они отдают хвалу Богу, молятся, просят и так далее. Вот это пример того, как верующие люди могут в дружбе, в понимании, вот так благословенно служить своему народу. Вот так это должно вообще происходить. Вот так я это вижу как идеально. Это ребята, они члены израильской службы экстренного реагирования. Это МДА называется. Маген Дэвид Адом. Вот они остановились, чтобы помолиться. Минц, он религиозный еврей, он стоял перед звездой, видите. А его бело-черная вот эта вот шаль, это тоже знак того, что он вот еврей и молится вот так. Тот вот так. Но они все знают, что Бог един. Видите, Абуджама на коленях перед Меккой. У него бордовый молитвенный вот этот коврик развернут. И для двух фельдшеров, которые обычно работают вместе два или три раза в неделю, совместная молитва не была чем-то новым, чем-то необычным. Это нормально. Нужно уделять время Богу. Я всегда об этом говорю. Всегда. Вот они, эти ребята, верующие ребята. Вот так они уделяют время Богу. Всегда в своем расписании верующий человек, не номинальный, а настоящий верующий, он найдет время поклонения Богу. Всегда. И я подумала, что для многих это вдохновляющий образ того, что в разгар глобальный вот такой вот зараза, которая происходит, говорит, как это приятно, когда ты видишь вот таких людей в дружбе и в благословенном взывании к Богу остановить эту болезнь. А вот уже коллега их сфотографировал. И вообще тут же вот и там мимо проезжали коллеги, тоже их сфотографировали. Естественно, они выложили эти фотографии в соцсети. И эти фотографии разнеслись по всему миру и попали в международные СМИ. Один пользователь в Инстаграме даже написал, что «Я горжусь всеми службами спасения. Не имеет значения, из какого сообщества или религии. Низкий им поклон». Я говорю, низкий поклон всем докторам, врачам, фельдшерам, неважно, медсестрам, санитаркам. Ведь они тоже причастны, они на передовой. Господи, благослови их. Господи, оберегай их. Ведь посмотрите, сколько медработников попало с заражением этой болезнью. Потому что они на передовой. И за них надо всегда молиться. И видите, а вот эти ребята, они и за нас молятся. Вот так. А в Твиттере другой пользователь сказал, «Один бой, одна победа. Давайте объединяться». Какие молодцы. И смотрите, что говорит Минц. Что он сказал. Он отец девяти детей. Девяти. Живет в Байершеве, ему сорок два года. И работает на полную ставку. И обучает волонтеров. Он сказал вот что. Тот факт, что это так просто. Это делает меня сильным. Я считаю, что Зохер и я, и большая часть мира понимают, что мы должны поднять головы и молиться. Это всё, что осталось. И вы знаете, я скажу, им видней. Им видней. Ведь они на передовой. Поэтому я считаю, что им видней. Они знают. Они каждый день сталкиваются с тем или иным случаем. И представьте, девять детей у Минца. Представляете? А Абуджама, он отец семерых детей. Вот такие вроде молодые отцы, но он отец семерых детей из соседнего бедуинского города Рахат. Он был одним из тех добровольцев. Он оставил свою работу в качестве инструктора по вождению, чтобы помочь как можно большим людям сейчас. И это он считает сейчас больше нужно, чем инструкторство по вождению. Вот что он говорит. С точки зрения веры и личности мы верим в одно и то же, он говорит. И у нас есть что-то общее. Сказал 39-летний вот этот Абуджама. Он сказал, что я считаю, что он человек, который даёт и принимает чувство чести. Он человек чести. И это важно. Вот так вот. И вы знаете, вот такая команда израильская, МДА, она отправилась, она отвечает на 100 тысяч звонков в пиковые дни. 100 тысяч, вы можете себе представить? Вот их вся команда, не они вдвоём, а их много. На 100 тысяч. Это сейчас больше у них в 10 раз, чем обычно. И они реагируют, и они едут, и они спасают. Их быстренько прошли они курсы, там недельные, быстро им всё сказали, что, как, инструкции дали. И они вперёд, вперёд, вперёд. Они отвечают за доставку пациентов с X-болезнью в больницу. И в назначенные отели, есть специальные отели, назначили им. И там проводят тесты специальные, собирают донорскую кровь и многое другое. Вот так вот. И что интересно, генеральный директор МДА Эли Бин, он с гордостью говорит о своей команде. У него только 2500 штатных сотрудников. Это штатные, которым дают зарплату и так далее. Но у него 25 тысяч добровольцев. Представляете? Вообще сам Израиль очень маленький. И там у него 25 тысяч добровольцев. И он, конечно, горд. Он с гордостью об этом говорит. Он говорит, люди МДА сталкиваются вот с этой болезнью. Они видят, они прямо в глаза смотрят этой болезнью. Они не боятся, они на передовой. Они впереди всех. Они герои, самые настоящие герои. Работники МДА работают руками. Им нужно переносить людей. Вот всё, что у них есть, это перчатки и маски. Вот так вот они. Они действительно герои Израиля. Вот посмотрите. На 25 тысяч нету вот этих, знаете, как скафандров, типа. Ну и не каждый вызов это обязательно Х-болезнь. Нет. Вызовы разные. Там у кого-то сердце, у кого-то ещё что-то, у кого-то ещё что-то. Где-то беременная, где-то нужно забрать, отвезти в роддом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не будешь всё время в скафандре. Ну поэтому они вот так вот ездят. Вы знаете, когда с этими ребятами, с Минцем и с Абуджамой разговаривали, то, может, они даже и считают себя героями, но они никак не дали никакого повода показать, что они герои. Нет, они очень скромно вели себя, когда брали у них репортаж, когда у них брали интервью и когда делали репортаж о них. Они чётко знают свою работу, они знают, зачем они туда пришли. Представляете, у одного семь человек детей, у другого девять. И они на передовой. И они на передовой. Вот это мужчины. Вот это мужчины с большой буквы. А не те, которые сидят там, боятся, стонут, ноют, телевизор, политика, всякая ерунда. Делами надо заниматься. Делами, а не под птичьими помётами сидеть. Они говорят, что они очень осторожны. Они с мудростью ко всему подходят, и они знают, что кому-то служить надо. Мы верим, что всё находится под контролем Бога. Но мы с осторожностью и с мудростью ко всему подходим. Да будет благословен Бог. Мы оба верим в это. Вот так. И тут же вторит ему Абуджама. Минцу вторит. Он говорит, я верю, что Бог поможет нам. И мы пройдём через это. И всё будет у нас хорошо. Мы все должны молиться. Все. Без исключения. Чтобы всё это прошло и пройти через это достойно. Мы переживём этот мировой кризис. Переживём. Вот такое я сделала видео, дорогие мои. Я рассказала. Я рассказала о том, что они остановили машину в 6 часов. Они нашли, где меньше всего людей. Они вышли и молились около 15 минут. Потом они вернулись в машину скорой помощи и продолжили свою работу. Я рассказала всё это, показала, и мне заблокировали это видео. Очень странно. Чем оно не понравилось? Да будет благословен наш Господь. И пройдём мы через это всё достойно. И да не приблизится никакая зараза к дому нашему. Ни к моей семье, ни к моей интернет-семь. Я молюсь за каждого подписчика Божия. Оберегай их. Благословляй их. Во всех сферах их жизни. Дай им здоровья и укрепи их морально и духовно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok